Мы, кстати, пригласили в гости нашего ведущего телеканала НЕСЕЙ. Наш коллега Владислав Власов, ведущий телеканала НЕСЕЙ. Его сфера ответственности — это новости, в основном вечерние, поэтому мы крайне редко пересекаемся. Сегодня вот прям уникальный случай. Ну, не знаю, мы как, луна и солнце, в общем-то, мы с утра, а вы вечером... Сегодня полнолуние, это символично, да? Полнолуние — это же напротив луна и солнце, поэтому сегодня вот Владислав Власов. Доброе утро, друзья. Идут объяснения, да, хорошо. Очень рад вас видеть. Доброе утро. Как работать по вечерам? Насколько это сложно? Ну, на самом деле, мне не сложно работать по вечерам, поскольку я работаю уже много лет, но вот я всегда восхищаюсь вами, как вы, так всегда бодры, замечательно выглядите. Вот тоже хотелось узнать ваш секрет. Обычно Леша с утра мне говорит пару нежных слов, ласковых, и я сразу просыпаюсь. Потом я ему, в общем, мы готовимся немножко к эфиру, и уже в таком бодром духе выходим. Ну, просто иногда Марина дает интересный ход беседе. Тут, конечно, не расслабишься. Иногда такое узнаешь. Владислав, на самом деле, несмотря на то, что основная работа новостей все-таки вечер, как вообще строится распорядок дня? Я, конечно, жутко завидую, но вот во сколько ты просыпаешься, насколько для тебя вот время пробуждения комфортно, это сколько? А на самом деле практически всегда где-то в районе 7 утра, то есть даже в выходные, ну, так уж привык. Я жаворонок, наверное, типичный. Ага. Ну, то есть до вечера работать сложновато, да, или нет? Да нет, нормально, нормально. Все многое зависит, наверное, от образа жизни. Ну, мы знаем о том, что ты занимаешься спортом активно. Да, конечно. Поэтому это помогает вообще в побуждении? Это очень помогает, да, да, да. Насколько выносливость? На самом деле я как бы каждое утро стараюсь определенным образом просыпаться. То есть я вот делаю обязательно. Так, давай вот идеальное утро, твое идеальное утро. Идеальное утро. Ну, я вот сегодня, например, да, я встал, включил вашу программу, да, проснулся с вами. То есть можно сказать так, что я уже вас сегодня уже... Спасибо, спасибо. Да, ну и дальше я делаю 100 приседаний. То есть я вот, это действительно помогает. То есть сразу чувствуешь себя очень бодро. Вот, ну и 100 джеманий, вот обычно. Какие-то специальные стимуляторы, то, чем пользуемся мы, кофе, контрастный душ, что-то такое. Есть у тебя в России? Чай обычный. Ну, то есть я вот люблю, например, китайский чай, пуэр. Вот, и саянские сборы, саганда и ля. Вот такой чай. Это все легает? Ну, конечно, хорошо, конечно. Так, ну, а помимо этого, вот, хорошо, немножко, небольшая тренировка, душ, чай, завтрак обязательно? Да, ну, такой легкий завтрак обычно. Какой, белковый или углеводный? Обычно каша, гречневая каша, как вариант, творог. Хорошо, а насколько бодрости хватает до какого часа, вот если в 7 утра? Ну, учитывая мой распорядок дня, наверное, бодрости должно хватать до вечера, но я стараюсь так, чтобы хватило, вот, распределить так свою энергию. Ну, потому что программа выходит в 23.30, где-то полденадцатого. Нет, ну, как бы нормально, учитывая все-таки вот то, что это уже не первый год, поэтому привыкаешь. Не первый год, это мягко сказано, Влад, да? И вот тут такая фраза вместо «так исторически сложилось». Так вот так исторически сложилось, что ты ведущий новостей, и себя привыкли видеть в этом амплуа, и так происходит много лет. У меня ситуация, как ты знаешь, совершенно обратная. Я человек утра. Я вот, если бы мне сейчас предложили, а давай-ка на вечерние новости, дружок. Я не уверен, что я готов так сейчас взять и весь свой распорядок развернуть на 360 градусов. Ты готов к таким метаморфозам и переменам в своей жизни? Я вот, наверное, как и ты сказал бы, я не уверен, что к этому готов, поскольку действительно вот этот распорядок, да, он уже как-то сложился, и ты уже к нему привык. О, да. Но тем не менее, конечно, как говорят французы, пуркуапа, да, то есть все возможно. Why not, как говорят их соседи, да? Да, вторая половинка – жаворонок или сова? Вот как вы вместе просыпаетесь, или у вас по-разному? Ну, наверное, тоже скорее жаворонок, поскольку встает уже раньше, чем я, она преподает в школе. И поэтому вы вместе… Насколько вот возможно, люди, если бы она была совой, это было бы комфортно или все-таки нет? Да, я думаю, что люди привыкают ко всему. Особенно друг к другу. Вот это то. Особенно друг к другу. Владислав, у тебя сегодня вечером есть новости? Сегодня я не веду, сегодня я отдыхаю. Получается, я вот вел долгое время как раз этот весь процесс, связанный с выборами, да, то есть в субботу все работал. Вот сегодня я не веду новости, но я работаю на другой работе сегодня, в Русском географическом обществе, где я работаю пресс-секретарем. Так что тоже нужно быть в форме… Может быть, несколько советов, как сбодриться с утра? Ну вот, как я уже сказал, да, то есть это такая, может быть, легкая зарядка, это, ну, определенная какая-то вот, может быть, нагрузка, да, физическая. Она бодрит, вот. Ну и еще один момент, о котором ты уже сказал, главное проснуться с хорошей программой. С хорошей программой, с хорошим настроением. С хорошим настроением. Хорошая программа, хорошие люди приходят в гости, хорошие люди дозваниваются к нам по телефону 233-11-66. Алло, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вы жаворонок или сова? Скорее всего, заворонок. Скорее всего. Как-то не уверен. А сколько проснулись-то сегодня? Ну, смотря во сколько ложусь, спать. Ага, ну то есть вы можете и рано встать, и поздно, ну то есть вот таким образом. Ну, обычно, если ложусь до 12, то я стою рано. У меня жена говорит, ты уже, наверное, стареешь, как дедушка старенький. Рано встаю и хожу, брожу, что-то делаю, походяюсь. А сколько вам лет, если не секрет? Мне 39. 39? Я не ослышалась, 39? 39, да. Ну, мы просто все вы старше. Вам до деда еще, знаете, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да нет, я вам образно говорю, что... Нет, она имеет образно, что вы как дедушка старенький становитесь. В смысле становлюсь. Понятно. Ну что ж, хорошего вам дня, отличного старта недели. Молодец, что дозвонились и смотрите нашу программу. Влад, большое спасибо за визит. Удачного дня во всех твоих поприщах, а у тебя их немало. Мы знаем, человек разносторонний. Это главное, и, мне кажется, залог успеха в медийном пространстве. Так, нам пора двигаться дальше. По плану Миши Иванов, который решил погрустить, потому что осень. И грустил он так мило. Погрустить, пообниматься. В общем, давайте посмотрим, как это происходило.